А сейчас поговорим не о работе, а о хобби наш гость Кирилл Мазилов, блогер, музыкант. Кирилл, доброе утро, расскажи о своем увлечении, о своем ютуб канале, чем ты занимаешься, о чем рассказываешь. Рассказываю о том, чем мы живем в этом городе, о том, что кажется мне интересным, и о том, вообще-то, о чем просят меня рассказывать мои подписчики. Они достаточно требовательные ребята и не стесняясь намекают на то, что они хотели бы увидеть. Расскажи о своем ютуб канале, сколько там подписчиков, ну и, собственно, немножко подробнее о том, о чем ты все-таки там рассказываешь. Я знаю, есть видео и о Крымском масте, там тоже очень много просмотров, а есть такие, ну просто о каких-то таких бытовых вещах, которые в городе происходят. Да, на самом деле там сейчас больше 10 тысяч подписчиков, но я не особенно активно занимаюсь этим каналом, потому что много работы. У меня еще кроме этого увлечения есть музыка и любимая дочь, которая, в общем-то, заняла уже все жизненное пространство и очень цепко его взяла в свои руки, не отпускает. Но действительно наибольшего такого расцвета канал достиг именно вот в период, когда строился Крымский мост. Мне как-то вот так вот по счастливому стечению обстоятельств довелось снимать первую сваю, которую забивали. Мы тогда все думали, что это сваи, на самом деле это были испытания грунтов, но этот ролик набрал сумасшедшее количество просмотров. И, конечно, вот с тех пор как-то я чувствовал ответственность определенную и, в общем, подписчики частенько так просили, давай еще, давай еще, давай еще. И я шел у них на поводу, приезжал и снимал это. Ну, а сегодня, в общем-то, там все как в нормальной такой сетке вещания хорошего телеканала. Там есть и музыкальная страница, и детские видео, и, в общем-то, о делах насущных. Вот то, что происходит вокруг, идет реконструкция сквера. Мы идем с дочерью, но как же не снять об этом и не рассказать нашим зрителям, тем более они нас смотрят далеко за пределами Крыма и даже России. Поэтому вот так вот стараемся передать все наиболее актуальные вопросы, которые в Керчи сегодня на повестке дня. А вот в какой момент ты понял, что это уже регулярное такое занятие, хобби, начало давать этому какое-то большее количество времени? Когда появилась обратная связь. То есть это действительно, вот ты успеваешь выложить видео, и буквально через час там сотни комментариев. То есть ты даже не успеваешь все эти комментарии прочитать, не говоря уже о том, чтобы на каждый из них ответить. Вот это действительно был тот момент, когда я понял, что ты, наверное, в ответе за тот канал, который взрастил. Кирилл, скажи, вот что пишут в комментариях, бывает, что пишут что-то обидное? А как реагируешь на критику? Да, конечно. Это вообще очень хорошая школа для меня, например, как для человека, который вот в чем-то перфекционист, наверное. То есть я не могу сделать просто вот видео, наснимать там пару минут, сказать эту мысль, выразить, которую я хотел бы. Мне нужно, чтобы это видео понравилось там и визуалом, и аудиофилом, и так далее. То есть мне нужно там где-то сделать красивую нарезочку, там положить музыку и так далее. И вот все равно находятся люди, которые гораздо более требовательны к этому, чем ты. И они видят, конечно, все это иначе. Но это заставляет тебя понять, что лучше – это действительно главный враг хорошего. Можно материал вылизывать до бесконечности, и ты на это можешь потратить несколько суток и в конечном итоге остаться недовольным конечным результатом. Поэтому нужно находить всегда баланс. И всегда будут люди, которым не понравится твое произведение. Это нормальное явление, и нужно подходить к этому философски. У тебя есть какое-то любимое видео, которое, на твой взгляд, самое интересное? Ну, все любимые видео с моей дочерью сейчас, потому что она целая вселенная такая. Она дает столько материала для творчества, что просто это бесконечный кладезь какой-то. И, конечно, все, что мы с ней снимаем – это смешно, здорово, искрометно. И несмотря на то, что там ролики с мостом могли набирать сотни тысяч просмотров, а эти ролики набирают там всего сотни просмотров, все равно это значительно интереснее для меня. Ну, и к тому же это позволяет мне вот как-то воздействовать на окружающий мир. То есть у меня уже, наверное, что-то включилось такое наподобие кризиса среднего возраста. У меня растет дочь, я хочу как-то немного поменять окружающий мир, сделать его чуть лучше, чтобы она росла в более интересном и достойном окружении. Вот что касается дочери. Я знаю, что кроме основного YouTube-канала у тебя есть другой проект. Это «Самый юный блогер Крыма». Расскажи вот об этом подробнее. Да, это канал «Ровесник» моей дочери. И, в общем-то, они так движутся параллельными курсами. И очень интересные материалы получаются на выходе. К сожалению, не хватает свободного времени для того, чтобы его развивать. Но мне кажется, он перспективен. Я вот так вот со временем планирую больше внимания ему уделять. То есть, как я понимаю, это канал, который ты ведешь от лица своей дочери, да? Как ты выбираешь темы, о чем там рассказываешь? Ну, опять же, это то, что с нами происходит. Вот один из первых роликов, он также касался Крымского моста. Мы поехали с ней, когда она еще не выпустила соску изо рта, на первый проезд по автодорожной части Крымского моста. И тогда все умилялись, как это ночью мы поехали с дочерью. Ну, это было действительно здорово и интересно. И вот оно легло в основу. А затем все вот эти первые шаги, как мы это делаем, мне кажется, это интересно не только мне, и это будет еще интересно ей, когда она вырастет. У меня не было такой возможности. Это были черно-белые фотографии, какие-то редкие из моего раннего детства. Ну, а у нее будет вот прям целая летопись, жизнеописание, как все было, шаг за шагом. Мне кажется, это будет как-то поучительно, может быть, пригодится ей в будущем. Кирилл, большое спасибо тебе за то, что нашел время, пришел к нам в студию.